Игорь Айзенберг, профессор Нью-Йоркского университета с нами на связи. Игорь, здравствуйте, рад приветствовать. Здравствуйте, приветствую вас и всех зрителей. Лидирующая позиция Соединенных Штатов Америки касательно поддержки Украины. Она сейчас в чем более всего проявляется? И наблюдаете ли вы какие-то камни преткновения, так называемые, внутри, я бы так сказал, американского руководства, палат касательно предоставления помощи Украине? Потому что, слушая российские пропагандистские медиа, там постоянно звучит такой месседж о так называемой усталости от поддержки Украины. Вы на этот счет что знаете? Ну, в вашем сюжете все очень хорошо описано. О значении помощи и о значении того, какой имеет сама помощь Соединенных Штатов и о значении организации помощи другими странами. Такая лидерская роль Соединенных Штатов. Что касается, ну, так называемой усталости, о которой периодически вбросы происходят. В основном, я думаю, со стороны России, когда она запускает очередное свое ИПСО информационно-психологическую операцию. На самом деле, никакой усталости нет. Понимаете, усталости политиков точно нет. Люди в западных странах и в Соединенных Штатах, и в других западных странах. Ну, это нужно просто понимать. Понятно, что люди не живут ежедневно войной, но они о ней знают. И о войне постоянно людям напоминают, потому что очень много сюжетов в новостях ежедневно. Да и просто, ну, мы можем в любой большой западный город, если мы с вами попадаем, мы увидим множество украинских флагов. То есть людям постоянно об этом напоминают. То есть того, что в бросах пропагандистских называется усталостью, я, например, не вижу вообще. Ничего этого нет. То есть Украину очень искренне поддерживают. Что касается каких-то политических препятствий в Соединенных Штатах, то, ну, скажем, бывший президент Дональд Трамп представляет силы, которые совершенно не заинтересованы в победе Украины. Наоборот, они хотели бы, чтобы Россия, очевидно, одержала победу. Ну, потому что это ультраправый политический спектр. Американские ультраправые не считают Россию врагом, не считают ее противником. Им бы вообще хотелось построить в Соединенных Штатах режим подобный путинскому. И таких людей, конечно, много, но они не составляют большинство американского общества. Они составляют, ну, наверное, почти половину республиканской партии, к сожалению. Я имею в виду рядовых членов республиканской партии. Согласно опросам. Вот. Но это никак не большинство американского общества. Потому что большинство американцев поддерживают Украину. Если говорить непосредственно о той помощи, о которой заявляли и в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. И, конечно же, у всех на слуху сейчас вопрос, кстати, на предоставление истребителей. Потому что так называемая танковая коалиция, танковая помощь уже по факту видна. И уже, грубо говоря, можем поставить огромную жирную галочку напротив этого вопроса. Что с самолетами и что останавливает или задерживает поставки нужных современных истребителей, о которых в одном из недавних обращений сказал Владимир Зеленский, президент Украины. Что является такой себе паузой, либо нерешенным вопросом? Вы знаете, мне уже приходилось объяснять. Я об этом писал на своей странице в Фейсбуке, в эфирах нескольких украинских телеканалов, куда меня бы приглашали. Я ссылаюсь, в общем, и сошлюсь сейчас на два мнения. Первое мнение – это мнение заместителя министра обороны Соединенных Штатов Колина Каля, которое он высказал на слушании в Конгрессе примерно 3-4 недели назад. Около, скажем, 3-3,5 недели назад. А второе мнение – мнение, наверное, одного из самых уважаемых летчиков в мире – Дмитрия Антонова, командиром РИИ многолетнего, уничтоженный российскими извергами. И они высказали примерно одно и то же мнение. Дмитрий Антонов со своей профессиональной точки зрения летчика, а Колин Каль – с точки зрения заместителя министра обороны США. Дело в том, что переход воздушных сил Украины на любой тип западных современных самолетов требует довольно значительного, скажем так, значительного времени, потому что необходимо решить несколько задач. Первое – переобучение пилотов. Согласно нормативам Пентагона, например, обучение на самолетах F-16 занимает полгода. Переобучение, то есть это не обучение с нуля, а переобучение летчиков с других типов самолетов на F-16. Необходимо либо обучение заново, либо переобучение инженерно-технического персонала, который будет обслуживать самолеты, иначе они просто не смогут подниматься в воздух. И это может занять даже больше, чем полгода. Необходимо соответствующее переоборудование, аэродромов, базирование, создание материально-технической базы обслуживания самолетов, потому что без технического обслуживания самолет не может подниматься в воздух просто. И по оценке Колина Каля все это может занять 18 месяцев, то есть полтора года. И вот то, что он говорил на слушаниях в Палате представителей, он сказал, что он не думает, что наиболее эффективная возможность потратить деньги американских налогоплательщиков сейчас, это потратить их сейчас на самолеты, скажем, F-16, которыми воздушные силы Украины сейчас пользоваться не смогут. Он считает, это очевидно позиция американского правительства, что разумнее тратить деньги сейчас на то, чем Украина сможет пользоваться прямо сейчас или в очень скором времени для того, чтобы решать военные задачи на фронте. То есть поставки самолетов совершенно не снимаются с повестки дня, но и вот есть объективные причины. Я бы особенно обратил внимание на то, что говорил Дмитрий Антонов, что переобучение для того, чтобы летать на новом типе самолета, занимает значительное время. А тем более в данном случае, скажем, F-16, это самолет, совмещающий в себе истребитель, штурмовик и бомбардировщик. То есть на нем совершенно другая тактика ведения воздушных боев. Обучение требует времени. Обучение технического персонала требует времени. То есть это то, что не может быть решено сегодня на завтра. Вот по словам Колина Каля, минимальный срок полтора года. Если, допустим, сегодня принять решение о передаче в Украине F-16, то они смогут использоваться только через полтора года, не раньше. В свою очередь, если говорить о военной поддержке и о рисках, которые могут быть, если данной поддержки или не будет, или будет недостаточно. В свою очередь, в Соединенных Штатах считают, что российские войска могут попытаться начать новое наступление на территорию Украины в скором будущем. И такие атаки, возможно, будут осуществляться на нескольких направлениях. А об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби. И, по его словам, в ближайшие недели будут, цитата далее, критическими в войне. Услышим. Мы должны убедиться, что делаем все возможное, чтобы Украина была к этому готова. США хотят, чтобы украинцы могли защитить себя от возобновления российского наступления, а также имели возможность проводить собственные наступательные операции в любое время и в любом месте, в размере и масштабе по своему выбору. Мы сейчас выводим батальоны из Украины и проводим для них общевойсковые маневры. Вот почему они наращивают подготовку по таким вещам, как система ПВО Патриот. Мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что они готовы как можно лучше перед предстоящими критическими неделями и месяцами. Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в комментарии CNN. И, в свою очередь, об этом наступлении. Как сейчас и чем, самое главное, США могут быть полезны в данных рисках, в тех рисках, о которых говорит Джон Кирби? Ну вот, я думаю, что именно тем, о чем говорит Джон Кирби, подготовкой украинских военных к ведению контрнаступательных операций, возможно, даже, что большого масштаба, то есть, вот, именно помимо поставок военной техники, проведением обучения украинских военнослужащих, как правильно использовать эту технику наиболее эффективно, скажем, как использовать боевые машины пехоты Брэдли, бронетранспортеры, танки, как все, что поставляется разными западными странами, как все это использовать максимально эффективно в контрнаступательных операциях, которые в Америке очень много комментаторов, в том числе генералов в отставке, которые периодически, но достаточно часто, по телевидению комментируют ход военных действий, ожидают большого контрнаступления вооруженных сил Украины. Мне не говорят о сроках, но ожидают, что оно состоится в течение ближайших нескольких месяцев. Я думаю, что вот основная роль Соединенных Штатов, но и других западных стран, партнеров по НАТО в том, чтобы наилучшим образом подготовить вооруженные силы Украины к тому, чтобы проводить эффективные контрнаступательные операции. Как бы в таком случае лучший вид обороны от любых российских атак будет наступлением. Я бы, вы знаете, провел параллель, такой, ну, может быть, на первый взгляд немножко странно, но мне вот из того, что я вижу, слышу, скажем, из комментариев американских отставных генералов, скажем, генерала Хирдинга, вот буквально пару дней назад, по СНН генерала Ходжеса, который тоже часто выступает на СНН, что вот вывод такой состоит в том, что Россия очень похожа, положение России очень похоже на положение войск нацистского рейха в конце 42-го года, в начале 43-го года. То есть Россия вроде бы еще пытается наступать, вроде бы у нее еще для этого есть силы, но в то же время очевидно совершенно, что вооруженные силы Украины готовятся к очень серьезному контрнаступлению. То есть проводится подготовка личного состава, передается техника, то есть собирается вот такой кулак, который в один момент, я очень надеюсь, ударит по российской армии, так что ей будет нанесено очень чувствительное военное поражение. Если говорить о продолжении темы военной авиации, господин Столтенберг, секретарь НАТО, говорил, что Украина может получить современную военную авиацию, и в свою очередь шла речь об истребителях F-16. Но, как вы ранее сказали, на обучение на этих истребителях нужно минимум полгода. Скажите, пожалуйста, может ли идти речь о том, что уже сегодня, возможно, обучают украинских пилотов за границей Украины, но об этом просто информация не распространяется, чтобы сохранить так называемую интригу, что ли? То, что мы знаем с вами из открытых источников, это то, что два украинских пилота, выбранных как среднестатистические украинские пилоты, они были в Аризоне, в учебном центре, и на тренажерах как раз изучалось, сколько времени потребуется среднестатистическим офицерам, летчикам Воздушных сил Украины времени на переобучение на F-16. Это происходило буквально в течение последних недель, и выводы очень оптимистические были по этому поводу, что, возможно, даже потребуется меньше, чем этот срок в шесть месяцев, то есть что они очень хорошо себя проявили во время работы на этих тренажерах. То есть поэтому, естественно, у меня нет ответа на ваш вопрос, скажем, да или нет, но я с вами согласен, что вполне возможно, что такое обучение, если еще не происходит, то оно может быть, оно начнется в самом ближайшем будущем, и опять же согласен с вами, совсем не обязательно нам будут об этом сообщать, то есть это может происходить так, чтобы об этом до поры до времени никто не знал, но во всяком случае очевидно, что движение в этом направлении происходит, и раз оно происходит, то это рано или поздно приведет к результату. Просто нам нужно понимать, что вот если бы даже сегодня Соединенные Штаты приняли решение передать Украине в 16, или любая другая страна, то реально это произошло бы с большим сдвигом во времени. То есть вот сегодня эти самолеты бы использоваться не смогли. Не могли, потому что, ну вот в силу объективных причин нужно переобучение пилотов, нужно переобучение инженерно-технического обслуживающего персонала. Причем это такая серьезная-серьезная задача, потому что самолет, ну, сложная вещь. Он не может отправляться в полет, тем более боевой вылет, если не проверено по всем протоколам надлежащее техническое обслуживание. Можно ли говорить о том, что уже пропали те, в Белом доме имею в виду, те нарративы, те страхи, условно говоря, страхи, о конфронтации, об усилении агрессии. Помните, да, заявление Джо Байдена еще в начале полномасштабного вторжения, что будем поддерживать Украину, но не будем предоставлять там дальнобойное оружие, либо какие-то другие ракеты. Помните, изначально были разногласия по поводу предоставлять ли Хаймарс, либо не предоставлять, чтобы не создавать еще большую конфронтацию с Российской Федерацией. Как вы считаете, по состоянию на сегодня эти страхи, так называемые предохранители, они уже в прошлом? Смотрите, предохранители все время существуют. Они основываются на том, что, естественно, ни президент Соединенных Штатов, ни глава любого другого западного государства не желают вступить в горячую войну с Россией. Потому что, ну, есть в НАТО общее понимание, что любая война с Россией будет в течение нескольких часов ядерной войной. Что приведет просто к гибели миллионов людей в разных странах мира. Поэтому никто этого допустить не хочет. Оценка возможностей вот такой конфронтации, она проводится ежедневно. Американской разведкой с известствующими аналитиками в Совете национальной безопасности. Эта оценка может меняться. Она может быть сегодня одной, завтра другой, послезавтра третьей. В зависимости от этого и принимаются решения. И когда принимаются решения о передаче в Украине этого или иного оружия, естественно, что взвешивается. Какой может быть ответная реакция России на это? Потому что никто не хочет, чтобы Россия применила ядерное оружие, скажем. Так как если она его применит, то это практически означает неизбежность разрастания всего этого в Третью мировую войну с участием стран НАТО. А такая война будет ядерной с гибелью действительно миллионов людей по всему миру. То есть предохранители, они есть, но они не константны. Это все время меняется оценка. Я уверен, что они проводят такую аналитическую работу каждый день. Как Россия отреагирует на то или иное решение Соединенных Штатов и других западных стран. Опять же, сегодня эта оценка может быть одной, завтра другой. В зависимости от этой оценки принимаются решения. То есть в Америке касательно, например, ракет дальнего радиуса действия, до сих пор, очевидно, существует устойчивое мнение, очевидно, аналитиков разведки и Совета национальной безопасности, что если Украина будет американскими ракетами с дальностью 300 километров от АКАМС, скажем, стрелять по территории России и наносить удары, то это может привести вот к такой эскалации со стороны России. Но при этом, в то же время, американские официальные институты заявляют, что они абсолютно не возражают, если Украина будет наносить удары оружием другим, своего производства. То есть такая... Очевидно, что... Мне, понимаете, трудно сказать мне, как и вам, как и любому человеку, который базируется на открытых источниках, как они оценивают эту информацию. Очевидно, что они суммируют данные из очень многих источников своих, из американской разведки, разведки других стран НАТО, обмениваются данными разведки. И каждый раз, когда эта оценка происходит, она может меняться. Соответственно, могут меняться и решения. Кстати, вы вспомнили про дальнобойные ракеты, потому что были опасения того, что Украина может наносить по территории Российской Федерации ракетные удары. Стоит отметить, что мониторинговые группы, которые следят за использованием предоставленного Европейским Союзом и США оружием на поле боя, в Украине четко используются внутри Украины для деоккупации украинских территорий по международно признанным границам. Об этом стоило было сказать. И на завершение, скажите, пожалуйста, в данном случае вы упомянули за применение ядерного оружия, потому что у всех существует боязнь того, что Российская Федерация может нанести ядерный удар либо точечный, либо общий. Но скажите, проработан ли сейчас сценарий у международных партнеров, в том числе и у США, на случай, если Российская Федерация активизирует свои ядерные шахты для дальнейшего возможного нанесения ядерного удара по территории Украины? Прописан ли уже сценарий дальнейших действий? Что делать дальше цивилизованному сообществу? Ну, очевидно, да. То есть, об этом никто не будет рассказывать, но очевидно, да, поскольку генеральный штаб каждой страны, у него есть есть планы действий на те или иные случаи, тем более после 24 февраля 2022 года очевидно, что в штабах всех стран НАТО соответствующая работа велась, она координировалась на уровне самого НАТО. Но тем более, что американские официальные лица и советник по национальной безопасности Джек Салливана и государственный секретарь Блинкен, да, по-моему, и сам президент Байден несколько раз говорили, что до сведений России на самом высоком уровне доведено, что произойдет, если Россия применит ядерное оружие. То есть, последствия для России будут катастрофическими, как, например, Салливан несколько раз повторял. Но, как, скажем, объясняли в своих интервью несколько отставных американских генералов, как, скажем, тот же генерал Ходжес, что это означает, что по России будет нанесен удар Соединенными Штатами. Не обязательно ядерным оружием, но что будет нанесен военный удар. Но это, соответственно, может привести, естественно, к тому, что может начаться очень большая война между Соединенными Штатами и России, НАТО и России. Но, в всяком случае, Соединенные Штаты совершенно точно довели до сведения России, и что последствия такого шага до нее будут катастрофическими. И, судя по всему, если сравнить риторику еще трехмесячной давности Российской Федерации официальных лиц касательно ядерных угроз и сравнить риторику, которая сегодня, когда ни слова о ядерных угрозах не идет речь, видимо, до Российской Федерации так и дошло, что ответ будет и очень-очень быстрым. Игорь, я вам очень благодарен за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Напомню, на связи был профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг.